В Московском планетарии открылась Большая обсерватория. Теперь каждый посетитель сможет сам наблюдать за Вселенной. Мощный пятиметровый телескоп компании «Карл Цейс» направлен в небо над Москвой. Бывают ясные дни, как сегодня, бывают ясные вечера, и вот в эти замечательные минуты и часы можно будет наблюдать звезды, планеты, скопления, туманности. Комета, может быть, залетит к нам очередная. 300-миллиметровый телескоп появился в Московском планетарии еще в 1964 году. Но работал он совсем недолго. Сначала для него не было купола, а потом в 1994 году и сам планетарий закрыли. Сейчас для телескопа построили новое здание. Самый эффектный объект, который можно увидеть в обсерватории – это Луна. На ней видны горные хребты, кратеры и моря. Телескоп позволяет наблюдать и за Венеры, Нептуном, Ураном. А вот чтобы посмотреть на Солнце, нужен особый фильтр. Изображение проецируется на экран, где можно увидеть пятна от вспышек на Солнце. Правда, сегодня редкий день. Солнце оказалось неактивным, и вспышек на нем не было. Для посетителей обсерватория Московского планетария откроется 15 августа. По предварительной записи за звездным небом можно будет наблюдать даже ночью. Анна Говырова, Сергей Казанда, Борис Севалкин, Инфокс. Продолжение следует... Продолжение следует...